МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. И я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Академия наук против изобретателя Петрика. Мы пытались защититься от его обвинений в измене Родины. Кто? Гениальный ученый или обычный шарлатан? Это новый алкогольный напиток под названием винная вода. Стоит он будет дорого. Настоящие мужчины. Неужели их время прошло? Маникюр-педикюр – это очень важно для мужчин. Что красит героя нашего времени? Очень часто мне приходится что-то брать из женского отдела. И когда представители нового пола захватят мир? Скорее всего, это будет психологическая установка, нежели физиологическая реальность. А также люди-рентгены. Неужели они видят человека лучше медицинских приборов? Такие люди есть. H2O – эту формулу знает каждый школьник. Она гораздо проще формулы нефти или спирта. Но именно вокруг воды произошли события, которые одни называют величайшей аферой современности, а другие – попыткой осчастливить всю Россию. Центральной фигурой этой истории стал Виктор Петрик. Кто он на самом деле – гениальный ученый, шарлатан или талантливый бизнесмен? И кто хочет, что называется, замочить Петрика? Ленинградская область, Всеволожский район. Имение Виктора Петрика. Но это не просто облагороженный участок земли, а экспериментальная площадка. Именно здесь появились и были испытаны технологии, которые кое-кто считает революционными. Например, фильтры для воды, успевшие уже стать знаменитыми. Эксцентричный изобретатель нередко устраивает экскурсии для журналистов. Он не относит себя к ученым-затворникам. Предпочитает публичность. Охотно демонстрирует, как его фильтры очищают газировку и красное вино. И я очень прошу вас попробовать. Это вино, оно вкус, оно хмельное. Оно нектар натуральный, нектар. Нет только красноты вот этой. Это новый алкогольный напиток под названием винная вода. Стоит он, будет дорого. Первый вопрос, который возникает при въезде на территорию, откуда у ученого такие богатства? С помощью чего Петрик заработал столько денег? Некоторые специалисты считают, что без мошенничества дело не обошлось. Мошенничество в этой области, которая относится к жизни людей, их очень много есть. Очень много было и других фильтров, которые совершенно ничего там не чистят. Или там чистят не так, как надо. Это масса медицинских приборов и устройств, которые там от всего там лечат. Вот, в тём одного прикосновения или наложения там рук на что-нибудь. Может быть, нападки на Виктора Петрика вызваны обычной завистью к его финансовой успешности? Но почему поднялась такая мощная волна протеста? Неужели изобретатель помешал планам каких-то структур? Чтобы выяснить это, нужно разобраться, в чём заключается его ноу-хау. Принципы фильтрации воды известны давно. Жидкость проходит через некое вещество, которое выступает в роли сита. Цель – не пропустить вредные элементы. Известно, что недостаточно очищенная вода из-под крана может стать причиной тяжёлых заболеваний. Более того, почти 90% смертей от диареи вызвано употреблением некачественной воды. Не знаю, где в мире ситуация более тяжёлая, чем это произошло в России. Слово «экология» мы в то время и не знали, даже слова такого не знали. Оно никогда не звучало. Сбрасывалось в реки и озёра. Сегодня это – могильники таблицы Менделеева. Вода растворяет всё. Компаний, производящих фильтры, в мире сотни. Каждая из них работает над своей технологией. Экспериментирует с материалами и абсорбентами. Но законы физики для всех одни и те же. Кто сумеет, основываясь на них, добиться максимального результата, тот и опережает конкурентов. Петрик утверждает – вода, полученная в результате очистки его фильтрами, уникальна. То было дано распоряжение института токсикологии проверить эту воду. Естественно, распоряжение дали первые лица. И тогда произошло первое удивительное явление. Мыши, контрольная группа, которая пила воду из-под крана, плывут. 20 минут, наши 40 минут. По словам изобретателя, было проведено множество экспертиз в разных странах мира. Эксперименты обычно ставят на лабораторных крысах. Их поят разными видами воды и сравнивают результаты. По словам Виктора Петрика и его сторонников, результаты некоторых экспертиз потрясли исследователей. Мыши висели на решётке. Они плавали с грузом, замеряли с грузом на хвосте, с фиксированным грузом. Сколько она продержится, пока вода не закроет носки. Мыши вертели на центрифуге. Мыши вводили седативные препараты и прочее. Так вот, мыши, пившие воду Петрика, продержались в банке вдвое дольше, чем те, кто пил обычную воду. Может быть, изобретателю удалось получить живую воду? Ту самую из сказок. Согласитесь, такое открытие заслуживает как минимум Нобелевской премии. И действительно, в Российской Академии Наук на исследование Петрика обратили самое пристальное внимание. Но вместо ожидаемого признания разразился громкий скандал. Почему? В Академии Наук провели испытания фильтров. Вывод был однозначен. Вода, очищенная по технологиям Петрика, не обладает никакими чудесными свойствами. Испытания были корректные, независимые совершенно. И они совершенно четко подтвердили, что никакого преимущества эти нанофильтры не имеют перед имеющимися уже. Организация подобных экспертиз – процесс недешевый. Кто его профинансировал? Противники Петрика утверждают, что он проплачивал положительные результаты некоторых исследований. Но такое же обвинение выдвигает и сам изобретатель против академиков. Он и его сторонники оспаривают выводы экспертиз, организованных этими учеными. Я требую испытаний, сравнительных испытаний этих фильтров, а не какого вынесения осуждения по поводу каких-то экспертов. Всё, сравнительные испытаниями никто не провёл. Я требую объективности, принципа. Может быть, его фильтры хуже, но докажите это не испытание. Сам Виктор Петрик списывает всё на недостаток информации. Мол, если бы его критики увидели все опыты сами, тут же превратились бы в его сторонников. Чего стоит хотя бы демонстрация свойств графена. Графен – самый тонкий материал из известных человечеству. Его толщина – всего один атом углерода. Исследователи Манчестерского университета Андрей Гейм и Константин Новосёлов за опыты с графеном получили Нобелевскую премию по физике. Обычный карандашный стержень состоит из графита. И ещё недавно мало кто представлял, каким полезным может оказаться вещество, которое он содержит. Виктор Петрик использует графен в своих фильтрах, а получает его по собственной технологии. Между каждым слоем этого вещества, то есть графита, прошу прощения, я заселил специальное химическое соединение, способное к взрывообразному разложению. Достаточно взорвать некое критическое количество данного вещества, как начнётся автокаталитический процесс. На ваших глазах в холодном виде из такой щепотки вырастает гора графита. А вот демонстрация этого метода. В горшочек с графитом добавляется специальная жидкость, и происходит реакция. И уже через несколько секунд объём вещества увеличивается прямо на глазах. Область применения своего открытия Виктор Петрик видит не только в фильтрах. С помощью графена можно ликвидировать последствия от разливов нефти. В доказательство изобретатель приводит результаты очередного эксперимента. Но вместо поощрения со стороны научного сообщества, Виктор Петрик вызвал его негодование. Специальная комиссия РАН не нашла в его изобретениях ничего инновационного. Петрик был чрезвычайно возмущён этим и заявил, что он добьётся распуска комиссии по лженауке, которой он приписывал всё эти козни. Почему эта история вызвала столько вопросов и конфликтов? Почему крупные академики ополчились на Виктора Петрика? Ведь на первый взгляд он лишь пополнил список производителей фильтров для чистки воды. А утверждение о том, что его компании используют новейшие технологии, вполне можно воспринимать как обычный пиар. Это было достаточно смешно, пока не нарисовалась эта программа «Чистая вода». Действительно, проблема с водой в России стоит. И стоит не так, как она там стоит, не знаю, в Израиле или на юго-западе Соединённых Штатов, где воды просто мало. А воды в России много, в России мало чистого. «Чистая вода» – федеральная целевая программа. В её рамках правительство намерено поддерживать проекты, связанные с водоснабжением. Возможно, если бы не эта программа, имя Виктора Петрика не стало бы настолько известным. Но тут оказались замешаны большие деньги. Государственная поддержка – лакомый кусок для любого конструкторского бюро, научной лаборатории или института. А получил её человек, которого учёные даже не признают за своего коллегу. Может быть, это и стало причиной противостояния Петрика и Российской Академии Наук. Изобретатель собирался напоить своей чудесной водой всю Россию. Начал с Новгородской области. Её выбрали для проведения пилотных испытаний, которые всегда предваряют внедрение таких масштабных целевых программ. Компания Виктора Петрика выиграла в конкурсе и получила право установить свои фильтры в школах и больницах области. Я автор. И сегодня, чтобы вы знали, все 100% школ, детских садов, больниц, родильных домов Новгорода, Новгородской области, Твери, Тверской области оснащены нашими системами. Однако эту инициативу многие посчитали вредной. На компанию Петрика посыпались обвинения в том, что его вода не просто бесполезна, она опасна для здоровья. Возможно, попадание наночастиц, которые входят в состав, в конструкцию этого фильтра, в организм человека допускается. Попадание наночастиц в организм человека, в общем, это зачастую весьма критичным является. И как предполагают многие ученые, иногда является, может стать причиной возникновения онкологических заболеваний. Академики, доктора наук, журналисты тематических изданий активизировались. Появилось множество статей, разоблачающих миф о чудесных свойствах фильтров Петрика. В ответ на это изобретатель подавал в суд за клевету. Ну, собственно, было два судебных процесса. Один был судебный процесс, инициированный им против нас. Другой был встречный процесс, когда мы пытались защититься от его обвинений в измене Родины. В первом процессе ему было просто отказано, и мы не заплатили ему 6 миллиардов. А по-второму он был признан клеветником, и с него, ему было назначено очень скромные штрафы. Что-то там по 20 тысяч каждому рублей, каждому обиженному ученому. Могу сказать, что он их так и не заплатил. В чем причина такой активности ученых? Сами академики утверждают, так они борются с лженаукой. Сторонники Петрика полагают, что травлю организовали коммерческие структуры. Виктор Иванович в данном случае перешел дорогу производителям бутилированной воды. Мы не вабрены, каждый знает, насколько прибыльен этот бизнес. Если можно купить фильтры, кстати, достаточно недорого, поставить, при кранах ты можешь не покупать эту бутилированную воду. И пить из-под крана. Могут ли крупные корпорации мешать развитию и внедрению новых технологий? О существовании такого лобби говорят многие видные исследователи. Может быть, фильтры Петрика стали костью в горле у производителей бутилированной воды? Огромное сообщество бутилированной воды, на рынке которого миллиарды и миллиарды, это против них был замысел. Если в каждой квартире будет чудесная вода, кто будет покупать бутилированную воду? Скажите мне, пожалуйста. Но почему подобные атаки не велись против других производителей фильтров? Или только Виктор Петрик был расценен как серьёзная угроза бизнесу? Предполагалось создать государственную программу по изготовлению фильтров Петрика и по внедрению их буквально в каждый дом. На грани принятия этой программы это дело было с трудом, каким-то чудом остановлено. В любом случае, повышенное внимание к его личности со стороны Академии наук прошло. А вот сам изобретатель не прекращает исследований. Он продолжает вкладывать деньги в новые разработки. Я совершенно не удивлюсь, если через несколько лет он всплывёт с новым совершенно проектом, где об этой чистой воде и фильтрах уже никто не будет вспоминать, а будет какое-нибудь новое чудо там оздоровления всего населения России при помощи био-нано, не знаю каких ещё технологий. Вот, всего там действительно за какие-нибудь 100 миллиардов долларов. Многих учёных при жизни не понимали. Одних просто не признавали, других преследовали. Можно ли поставить Виктора Петрика в один ряд с такими гениями? Я бы не рискнул сравнивать его с Эйнштейном или Бором. Скорее, он удачливый бизнесмен. Есть ещё один важный нюанс. Академию наук, которая не хотела признавать изобретение Петрика, ждут реформы. То есть высшая научная организация перестанет существовать в своём прежнем виде. Если это совпадение, то, согласитесь, весьма странное. Или совсем не странное. Как вы считаете? Смотрите далее. Как выглядит герой нашего времени? Маникюр-педикюр – это очень важно для мужчин. И почему его причисляют к третьему полу? Они не меняют сексуальной ориентации. А также кожное зрение – фокус или уникальная способность. Я могу видеть внутренности. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В Европе скоро появятся дети неопределённого пола. Конституционный суд Германии разрешил родителям ставить прочерк в соответствующей графе свидетельство о рождении. И если бы только это. Всё чаще можно услышать слова, мол, переводятся настоящие мужчины, становятся женственными и понемногу превращаются в средний пол. Неужели это правда? Выражение «третий пол» всё чаще мелькает в газетах и на телевидении. Под ним подразумевают то гермафродитов, имеющих и мужские, и женские черты, то андрогинов – людей со стёртыми половыми признаками. И второе происходит куда чаще. Рост – метр восемьдесят три, грудь – восемьдесят три, талия – семьдесят четыре. Звучит, как обычная анкета топ-модели. С одним «но». Звезда подиума, о которой идёт речь мужского пола. И зовут её или его Данила Поляков. Вглядитесь в этот тонкий профиль. Копну рыжих волос. Оцените виртуозное умение носить каблуки любой высоты. В мире моды уже давно никто не спорит. Данила Поляков – новый эталон красоты. Вот только мужской или женской? Я могу выглядеть вообще по-разному. Сын воспитательницы детского сада и малоизвестного художника, Поляков совершил настоящий переворот в мировой модной индустрии. Он не только породил толпу мальчиков-подражателей, красящих волосы в рыжий цвет. Он захватил место на подиуме во время женских показов. Я просто считаю, что человек, да, человек универсален по своей природе. Если мужчина хочет выглядеть как женщина, или женщина, которая выглядит как мужчина, мне кажется, это абсолютно естественное развитие личности. Свобода. Свобода Данилы Полякова в том, чтобы открыто заявлять о своей бисексуальности и заменить джинсы на килт – традиционную шапанскую юбку. Я одел джинсы, вышел на улицу, и у меня был суперстресс. Прямо был суперстресс. Я у меня стримовую крышу, я понял, что мне в этой одежде неудобно. Я себя не чувствую в ней комфортно. Таких, как Данила Поляков, называют андрогинами. Они – чистые холсты, на которых можно нарисовать любой образ – и мужской, и женский. Об андрогинах писал еще Платон в своих диалогах. Философ считал их далекими предками людей, в которых сочетались признаки обоих полов. Подобно Титанам, андрогины посягнули на власть богов. Тогда Зевс разделил их на половинки, лишив тем самым сокрушительной силы. Внешне андрогины Платона выглядели совсем не так, как современные. У них было круглое шаровидное тело, спина не отличалась от груди, рук и ног было по четыре. А на голове имелось два одинаковых лица, смотревших в разные стороны. И вот якобы эти половинки до сих пор пытаются сблизиться, найти друг друга, чтобы стать единым целым. Отсюда идет андрогинность. Что же движет людьми-андрогинами в наше время? Известный российский сексолог Евгений Кащенко полагает, андрогины – это прежде всего социальное явление. Вот отсюда как раз-таки много что идет в развитии человека как личности. Или психологические, или социокультурные. Основания для того, чтобы человека назвать представителем какого-либо другого поля. В Таиланде такое произошло с целой социальной группой. Появилось новое гендерное сообщество – трансвеститов. Катаи, Леди Бой, Травести – так их называют в Таиланде. История тайских трансвеститов началась во время войны Америки с Вьетнамом. В 1962 году Таиланд предоставил США территорию под военную базу – в бухте у рыбацкой деревушки Паттайя. И как только американские солдаты высадились на Сиамское побережье, в королевстве тут же стали расти и множатся публичные дома. Это все социально обусловленное поведение, которое удовлетворяет те или иные потребности. Американские военные щедро платили девушкам по вызову. А у местных мужчин работы не было. И тогда бедняки стали договариваться с клубами «Гоу-Гоу». Если в семье рождался красивый мальчик, родители сознательно воспитывали из него девушку. Ребенку давали женское имя и кормили гормональными препаратами. Сегодня в Таиланде целые кварталы трансвеститов. Когда ребенок получает одностороннюю информацию или односторонний стереотип поведения, он начинает ему соответствовать. Это ж такое, как депутат, так дегенерат. Сильнее, клянитесь! Клянемся, клянемся, клянемся! Еще сильнее! Этот спектакль редко проходит без аншлагов. Публика всегда клюет на клубничку, а здесь ее с избытком. Действие происходит в хабаре. Герои – партнеры в однополой семье. В одной из главных ролей – Александр Песков. Артист с неоднозначной репутацией. Карьеру он сделал на пародиях знаменитых певиц. Я носил знамена всю жизнь свою в детстве и в отрочестве, в школе. И школьное знамя носил, и пионерское носил, и красиво вышагивал. И знаю, вот видите, посадка сразу в руке. Я знаю, как это делать. Да, я полковник казачьих войск сегодня. Да, я стрелок в Таманской дивизии. Он рос в полной семье. Как и полагается, советскому гражданину отслужил в армии. У Александра, как у всех, появилась семья, родилась дочь. Что же произошло потом? Я первый мужчина в этом государстве, который сказал, однажды, мужчины, ходите в какие-то там, я не знаю, салоны парикмахерские, но, пожалуйста, уважайте себя. И маникюр-педикюр – это очень важно для мужчин. Призывы Пескова легли на благодатную почву. К тому времени россияне пережили перестройку и гласность. Нравы в стране стали свободнее. Да почему мы должны кого-то отвергать и на кого-то там говорить? Ой, ты не так одет. Ой, ты не так пошел. Ой, у тебя покотка была. Ребята, мы разные. Мы разные. Давайте любить, какие мы есть. Известный стилист Влад Лисовец тоже в меру своих возможностей борется со стереотипами. Для показов мужской модной одежды он часто использует женские аксессуары. Очень часто мне приходится что-то брать из женского отдела для того, чтобы мужчина выглядел как-то, ну, хотя бы хоть как-то показать какую-то моду. Потому что в основном все черное, все обычное, все какое-то скромное. Внешний вид самого Лисовца тоже работает на эту идею. Нормальный мужчина – это ухоженный. Это мужчина, которого хорошо пахнет, потому что мы живем уже в другое время. И слава богу, вот эти стандарты красоты шахтера, они уже немного ушли в прошлое. Физиогномист Олег Воеводин разработал собственную теорию популярных лиц. Он считает, время брутальных героев, вроде Шварценеггера или Сталлоне, уже позади. На данный момент я вижу действительно женственность в мужчинах и мужественность в женщинах. Объясню, почему мужчина не хочет, как бы, заниматься вот этими серьезными заботами. Там, например, держать скот. Более актуальнее, как, не знаю, там, попрыгать, поскакать, завести толпу, да, вот такого плана. И при этом, кого любит толпа. Успехом у публики сейчас пользуются решительные и самостоятельные дамы, вроде Жанны Фриски и Анжелины Джоли. И женоподобные мужчины, такие, как Данила Полякова. Здесь идет такая, как бы, игра. Понятно, что у меня, ну, цвет волос, да. Понятно, что у меня рост. Понятно, что через меня прошло очень много видов одежды. Но у профессионалов свой взгляд. Секрет успеха Полякова они видят не столько в одежде или цвете волос, сколько в чертах лица. В эпоху компьютерных технологий и роботов лица унисекс людям приятнее и понятнее. Поэтому новые герои глянца – Роберт Паттинсон и Джастин Бибер. Если Сергеева Зверева взять, то мы видим с вами, что это, опять же, форма лица в воздух. И обрадить внимание, что верхняя губа у него такая вот, она такая литая, как бы. Вот. Это показывает некую женственность. Парадокс в том, что к мужественным женщинам обычно относятся терпимо. Есть заявка обществу на подобное поведение. Создали там команду футбола женскую. Им же надо как-то тренироваться. А вот женственные мужчины, популярные в шоу-бизнесе, в реальности порой встречают отторжение. Вот у тебя красивый маникюр, да? И все восторгаются, и по телевидению там меня видят. Я считаю, что он не мужской. Это правда. Это мое личное мнение. Но это моя профессия, это моя работа. Пусть меня кто-то ругает и обзывает как угодно. И мне не важно это. Это какое-то такое странное явление. То есть, когда мужчины начинают красить себе ногти, как-то слегка тоже подкрашиваться, подрумяниваться, при том, что они не меняют сексуальной ориентации. Такое поведение, уверен журналист Артемий Троицкий, скорее всего, просто следствие агрессивной рекламы, которую используют косметические корпорации. Я думаю, что если третий пол и возникнет, то, скорее всего, это будет психологическая установка, нежели физиологическая реальность. Так кто же на самом деле эти люди, которых причисляют к третьему полу? Может, просто жертвы рекламы и любители эпатажа? Вообще, вот сторонники гендерной теории говорят о том, что полов по меньшей мере пять. Кто-то уже говорит, что вообще ставить вопрос о том, какого человека пола, это нетолерантно, и даже появилось такое слово гендерофобия. Однако официальная медицина ни третьего, ни какого-то другого пола не признаёт. Есть вот попытка в третий пол выделить все состояния, которые не подпадают поведенчески под чисто мужское, типовое женское поведение. Это случаи асексуализма, транссексуализма, трансвестизма, фетишизма, там и всех прочих парафилий. Но подобные попытки в учёных кругах никто не воспринимает всерьёз. В медицине есть понятие – гермафродит. Гермафродит – сын гермеса и афродиты. То есть это существо, которое сочетает в себе мужские и женские половые признаки. Относиться к этому серьёзно не надо, как к любой мифологии. В сомнительных случаях, если такие случаи есть, как правило, ребёнок записывается за женским полом, потом, соответственно, производится уточнение диагноза, если необходима коррекция. В большинстве стран из гермафродитов сразу после рождения с помощью коррекции делают либо мужчину, либо женщину. Третье – исключено. Недавно на одном из интернет-сайтов мне попалась на глаза любопытная дискуссия. Учёные спорили, сколько полов останется в будущем. Были и такие мнения, что понятие пола скоро вообще исчезнет. Например, когда изобретут бионического человека или начнут массово выпускать роботов. Лично я в этом вопросе придерживаюсь консервативной точки зрения. Есть два пола – мужской и женский. И о чём бы ни говорили социологи, модные критики, создатели рекламы и прочие властители душ, природа всегда возьмёт своё. Смотрите далее. Люди-рентгены. Кто умеет видеть человека насквозь? Если они меня будут пугать, то я это почувствую. И от этого я закроюсь. Лечение без лекарств и диагноз без обследования. Я могу видеть внутренность. И новейшие открытия учёных. Шестое и седьмое чувства. Это чешуйки из окислов железа, которые находятся на каре головного мозга. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Люди-рентгены. Они утверждают, что способны видеть человека насквозь, наблюдать за работой его внутренних органов и даже корректировать здоровье по телефону. Но почему официальная наука ещё не подтвердила ни один результат исследования? Они способны увидеть, что вы выпили и съели с утра. Поставить точный диагноз по цвету внутренних органов. При этом понять, чем именно видит человек рентген, руками, глазами, кожей или всем вместе, не способен никто. Даже сам диагност. Это не рентгеновский снимок, это не одна плоскость, это можно со всех плоскостей посмотреть, по типу 3D-диагностики. Можно видеть, как наружные поверхности, как видите вы меня. Я могу видеть внутренности. Всё как при операции. Актёр Максим Суханов верит. Люди-рентгены существуют. И добавляет. Этот дар сродни дару хорошего психолога. Видимо, такие люди есть. Конечно. Вообще, всем тем людям, кому интересно заниматься исследованиями, межличностных отношений, просто изучать людей, наверное, они пользуются такими же точными. В 2004 году в Центральном доме учёных прошёл всероссийский конкурс «Человек-рентген». Строгое жюри состояло из физиков и врачей. К финалу они допустили 10 человек из 150. Порядка 10 максимум процентов от исследованных – это люди, которые показали отклонение от нормы. Это люди, которые действительно угадывают, видят объективно скрытые от них болезни. Каждому из людей-рентгенов тогда дали по одному пациенту. У кого-то сердце было с правой стороны, у кого-то отсутствовала почка. Всё это участники конкурса должны были увидеть без использования рук и техники. Сергей Лысевский оказался в числе тех десятерых. Он утверждает – дар лечить людей у него с рождения. Вы веруете, по проблемам позвоночника я решаю вполне успешно на расстоянии дистанционно по телефону. Потому что я определил перепричину уровня проблем, на которые он решает. Известный исследователь паранормальных явлений Вадим Чернобров подтверждает – с такими людьми он сталкивался и не раз. И всё пытался понять – как и что именно они видят. Это люди, способные видеть других людей, в частности больных, здоровых, примерно так, как видит этот рентген. Правда, с одной оговоркой. Естественно, описание этих людей, как они видят своих пациентов, сводится лишь к аналогиям. Объяснить, как человек видит, вообще механизм зрения достаточно сложно. Судя по всему, у этих людей есть ещё один вид зрения. Пытаться его объяснить – всё равно, что рассказывать слепому от рождения, как выглядит зелёный цвет. Сергей Лысевский вспоминает – ещё ребёнком внимательно вглядывался в людей и видел в них больше, чем остальные. Какие-то элементы, значит, ясновидия энергетического характера проявлялись в виде контраста, столько контраста энергии. И информация приходила, как бы, немножко позже, на осмысливание то, что я видел. Врач-гипнолог Сергей Южный также изучал людей рентгенов. Будучи психотерапевтом по образованию, он считает, большинство из них – ловкие трюкачи и манипуляторы. Это вообще, говоря, речь об экстрасенсах, которые заявляют, что они умеют, видят человека насквозь. Кто-то говорит, что он руками видит, кто-то говорит, что он мозгом видит. Основной своей массе – это люди, которые такие же экстрасенсы, как я, московская красавица. В Запорожье живёт и работает удивительный акушер-гинеколог Виктория Чебаненко. Помимо медицинского образования, она обладает редчайшим даром рентгеновского зрения. Говорят, женщина способна выявлять скрытые недуги не хуже сверхчувствительных томографов и аппаратов УЗИ. Нашей съёмочной группе разрешили понаблюдать за сеансом диагностики. Виктория Чебаненко считает, что дар необычного видения получила по наследству – от бабушки. Первым пациентом была её собственная мама, которой 7-летняя Вика поставила диагноз – суженные красные веточки, то есть стеноз сосудов. Внимательно глядев пациента с ног до головы, Виктория будто бы включает свой внутренний рентген. Жалобы больного обычные для современного человека, ноющий желудок и боли в спине. Есть мелкий сколиоз небольшой в шейном отделе, невыраженный с протрузием в дисках 4-5 в шейном отделе, но умеренный, незначительный, боли, может быть, в виде они менее небольшие. По поясничному отделу, 4-й, 5-й поясничный, есть мелкие протрузия, мелкое выпячивание диска есть, но это больше протрузия, негрожевое выпячивание. В поясничном отделе компрессия седалищного нерва и ущемление самого диска. Женщина-рентген переходит к желудку пациента. Взглядом следует по нему, будто зондом. Есть мелкие уплотнения рубцовой ткани. Это перенесённые гастриты. Это пролечены, может, пару лет назад, пару месяцев назад. В данный момент замечания есть 12-перестных пешкей, есть мелкие очаговые образования эрозивные. Это гастродоудонит. Пациент подтверждает каждое слово Виктории. Удивительно. Но, с другой стороны, гастрит – это самое распространённое заболевание желудка. Сколиоз – наиболее часто встречающийся диагноз врача-невролога. Примерно 80% населения крупных городов страдают этими заболеваниями в той или иной форме. Неужели каждый из нас может быть человеком-рентгеном? В 70-е годы прошлого века советские учёные серьёзно изучали паранормальные способности Розы Кулешёвой. И это несмотря на то, что наука подобные феномены не жаловала. Но Роза умерла и унесла с собой тайну того, как можно видеть без помощи обычного зрения. Младшая сестра первого советского человека-рентгена поделилась воспоминаниями в эксклюзивном интервью нашей программе. Валентина Бородина вспоминает. У старшей сестры начались эпилептические припадки после смерти любимой бабушки. 12-летняя Роза кочевала из одной больницы в другую. Там и проявились её необычные способности. Сначала их заметили другие больные, а потом и врачи. Она рассказывала про кожное ощущение руки и закрывали глаза. Она читала босыми ногами, руками, с закрытыми глазами. А позже она уже стала притрагиваться к телу и узнавать, у кого какие болезни. Вот она дотронется и говорит, о, вы беременная, ещё вроде и не видно. А кто у меня будет? Она потрогает. У вас будет там мальчик. Термин «кожно-оптическое восприятие» возник в 70-е годы прошлого столетия. Он обозначает способность кожи человека к восприятию текста, рисунков или цвета. Официальная наука не доказала и не опровергла наличие этого феномена. Но мастер психотехнологий Сергей Южный не сомневается. Кожно-оптическое восприятие – лженаучная выдумка. Кожного зрения как такового, в прямом понимании этого слова, не существует. Все те люди, которые позиционируют себя как обладающие некими сверхспособностями, в частности, способностью к кожному зрению, это, ну, обычные аферисты, шарлатаны, ну, можно сказать, просто фокусники. Скептики уверены – в Советском Союзе из-за недостатка информации любая мистическая история могла обрасти легендами и мифами. Вероятно, девочка Роза просто несколько раз подряд угадала, кто родится. С 50-процентной долей вероятности это не так трудно, а народная молва домыслила все остальное. Но непосредственные очевидцы вспоминают – без всякой рекламы к Розе выстраивались очереди, дверь в квартиру никогда не закрывалась. Я не помню случая, чтобы кто-то сказал – ой, она обманула, у меня это не болит. Совершенно верно все совпадало. Она вот в Покровку ездила, так как это вроде родное село, она там училась, учительница Марья Ивановна у нее там была. И собирался народ, и она совершенно точно им все показывала, рассказывала. Валентина, сама по натуре скептик, первое время сомневалась в способностях старшей сестры. И когда дома, если вдруг я начинала говорить, ой, Роза, да, это все там фокус или что-то, она мне называла конкретно, говорит, вот, Фарберов вот здесь у нас был, такой великий доктор верит, а ты не веришь. Или, допустим, я приехала в Москву, звоню, ты где, а я вот у профессора такого. Знаменитый советский и российский нейрофизиолог, директор Института мозга Наталья Бехтерева, посвятила феномену Кулешовой несколько научных трудов. Но ученые тоже ошибаются, уверен Сергей Южный. В свое время даже Наталья Петровна Бехтерева, академик, которая была директором Института мозга, она даже покупалась на эти вещи, понимаете? То есть она всерьез обсуждала феномен кожного зрения. Позже появилась гипотеза о том, что Роза Кулешова мастерски морщила лоб, сдвигая повязку, и подглядывала, запрокинув голову назад, якобы в просветительном экстазе. Роза Кулешова, она ведь и работала в цирке. То есть это обычный цирковой номер, цирковой трюк. Я вас могу научить это делать. Вы будете это делать через пять минут. Через несколько секунд наш эксперт, гипнолог Сергей Южный, продемонстрирует, как по его версии, обладатели кожного зрения могут видеть сквозь непроницаемые повязки, читать ногами и угадывать расположение предметов. Да, тут буквально требуется хорошее зрение, умение слишком косить глаза сюда, к переносице, да? То есть обычно угол зрения через какая бы ни была повязка, вот здесь остается щель. Тем более она немножко вот когда прижимается в верхнюю повязку, чуть-чуть приподнимается, видно. Главное в один момент повернуть голову так, чтобы хотя бы мельком увидеть предмет. Потом можно вообще отвернуться в сторону и говорить все, что угодно. Это отвлекающий публику маневр. Сергей добавляет, что обычно в зале на выступлениях мистификаторов сидят так называемые подсадные утки, которые оповещают выступающего с помощью принятой между ними системы условных сигналов. Предположим, Роза Кулешова была просто умелой фокусницей. Но даже с помощью толпы помощников и сотни условных сигналов она все равно не смогла бы точной и без запинки воспроизводить мелкий газетный текст. Официальная наука утверждает, у человека есть только пять органов чувств. Обоняние, осязание, вкус, зрение и слух. И все. А если это не так? По данным Вадима Черноброва, европейские ученые недавно открыли еще два органа чувств человека. Шестой орган чувств – это чувство ориентации или чувство гравитации находится в среднем ухе. Благодаря этому чувству человек даже с закрытыми глазами всегда понимает свою ориентацию в пространстве относительно центра нашей Земли. Развитым чувством гравитации обладают большинство охотников, путешественников. Словом, все те, кто непосредственно связан с дикой природой. У этих же людей развито и седьмое чувство. И седьмой орган чувств – это чувство магнитоориентирования. Как относительно недавно выяснилось, это чешуйки из окислов железа, которые находятся на каре головного мозга, чувствительны к магнитному полю, благодаря чему человек не теряет ориентации в пространстве. То есть, иными словами, это тот компас, который всегда с собой. Если у человека относительно недавно открыто еще два органа чувств, можно предположить, что они не последние. Вполне может быть, что природа в нас заложила гораздо больше способностей. Больше, чем необходимо нам здесь и сейчас. Я думаю, что вообще наши возможности безграничны человеческие. И если захотеть и не лениться, можно развить все, что угодно. Главное – этому посвящать определенное количество часов. В течение дня обязательно необходимо в это верить. Люди-рентгены встречаются довольно часто. Их можно распознать по особенно внимательному взгляду. Артист Максим Суханов сразу замечает подобных людей в зрительном зале. Они как будто пытаются мысленно нарисовать его портрет. Я прекрасно к ним отношусь. Они занимаются интересным для себя делом. Поэтому, если они меня будут пугать, то я это почувствую. И, видимо, тогда каким-то образом от этого я закроюсь. Одному мне ясным образом. А если они меня не пугают, просто любопытствуют, то, ну, пожалуйста, на радость. И даже вечный скептик Сергей Южный признает – люди-рентгены действительно существуют. Настоящие экстрасенсы, да, я знаю некоторых людей, и встречаюсь, и общался, и достаточно много с ними, которые действительно обладают уникальными способностями. И они это доказывали неоднократно и продолжают доказывать. Но эти люди не идут на телевидение. Куда бы их ни звали, в какую передачу. Они вообще, в их лицо даже не знают этих людей. Но они умеют достаточно много. А те, кто умеют очень много, те работают, не буду говорить где, я думаю, вы догадаетесь сами. Мы все догадываемся, о каких структурах говорит наш эксперт. Непонятно только одно. Если современные компьютерные исследования и различные сканирования стоят гораздо дешевле, чем визит к известному человеку рентгену, почему многие предпочитают сомнительный результат официальному научному заключению? Может быть, люди готовы поверить тому, кто нас внимательно выслушает и в любом случае успокоит. Сейчас чакры почистим, и здоровье обязательно наладится. А наладится ли? Это было агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Чапаев и Петька. Неужели они выжили? Долго в это не верили. Вообще, кстати, никто не верил. Синдром Мэрилин Монро. Кто придумал эту странную болезнь? Это вообще синдром всякого человека публичного. И что такое 13-й знак зодиака? Останутся на Земле только крысы и я после ядерной войны. Что такое? Кто придумал эту disaster? Синдром QRS